Итак, дорогие друзья, все, мы начинаем. 98 урок, начинаем 98 урок и значит так, он будет сегодня очень короткий, очень короткий, потому что я должен ехать в аэропорт и уже прям я выезжать должен, поэтому давайте сейчас собираемся. Тони Кауфман, молодец, каждый день не пропускаешь. Самое главное качество это постоянство. Главнейшее, главнейшее качество, что нет более важного качества для успеха, чем настойчивость, постоянство и все наши постоянные слушатели молодцы, молодцы, значит все. Мы, поэтому, я тоже сегодня не хотел пропускать, хотя весь сейчас только помолился. Постоянно война идет, да, тот человек, который хочет соблюдать заповеди, у него идет постоянно война с ЕЦРАРА внутренним, со злым началом, со своей ленью и вот сегодня, например, с утра, да, мне так не хотелось вставать, молиться, ехать в синагогу, потому что можно было бы, казалось бы, помолиться и дома, но я думаю, нет, встану. Потом детей разбудить, чтобы тоже ехали молиться в синагогу, они не хотят вставать, нет, думаю, отец, написано, мы же учили, что ненавидит своих детей отец, который жалеет роздит, жалеет палку на них, да, я думаю, нет, я должен их приучить, значит, разбудил, поднял, поехали в синагогу, помолились, сейчас приехал, и значит, все, успеем сейчас один отрывочек проучить, один, может, два, и все, и бегом прямо в машину в аэропорт. Значит, мы закончили, что прямой ходит прямо боящийся Бога, и вот сейчас у нас третий отрывок. Значит, это у нас третий отрывок. Так, во рту, эвелим, во рту, значит, изо рта эвиль, мы знаем, это грешников, да, у него хотер гава, хотер это такое, как бич, как палка такая, да, гава гордости. Значит, ауста мудрецов, они их охраняют. Значит, о чем идет речь? Есть, мы уже знаем, два вида грешников. Один грешник называется ксиль. Ксиль – это тот, кто знает правду и грешит из-за того, что не может справиться со своими вожделениями, лению, привычками и так далее. Ему тяжело, и он как бы знает, что надо бы действовать правильно, что Тора, Заповеди, Бог – это все правильно, но у него пока нет на это сил. Это ксиль, это такой, ну, переводится грешник такой, чуть-чуть он, ну, не дурак. Ксиль еще, кстати, это слово переводится как дурак, да, потому что написано, что человек грешит только, если в него вселился руак штут, только если в него вселился дух глупости, да. Только в этом случае человек может согрешить, но бывает. Это, кстати, тоже вопрос тренировки. Умеешь ты преодолевать себя или не умеешь? Теперь Ивель – это второй тип грешника, он пострашнее, это стептик такой, да, он говорит, а кто сказал, что это правда, это неправда, это все обман, значит, мало ли, там, сказали, мазали, и он все относится ко всему стептически. И вот такой стептик, да, здесь нам открывается, откуда берется его стептицизм. Это гордость, это гордость, это он себя считает умнее, чем все, и он говорит, секундочку, я считаю, что это все неправда. А что правда? Не знаю, не знаю, мне все равно, я сейчас все буду разрушать своим стептицизмом, а что правда? Не знаю, что правда, да. И вот у него, вот эта вот его гордость, которая ему мешает услышать, она как бич, которая его, он сам себя же и бьет им. То есть здесь очень просто, называется мудрец Торы, называется Талмит Хахам, ученик-мудрец. То есть Талмит Хахам, он слушает, и он вникает, он не говорит, я все знаю, он говорит, а давай-ка я послушаю. Он слушает, задает вопросы, пытается понять, и он доходит во всем до корня. И он понимает, что, а, вот это вот, например, когда стептик начинает стептицировать там что-то, да, я ему всегда говорю, а вы откуда знаете, а вы во что верите? Вот вы верите, то есть вы верующий человек, вы просто верите в то, что это неправда. У вас есть ваша личная вера, в которой вы живете. Только что вам эта вера в итоге дает? И, то есть каждый человек живет в мире своей веры, в которую он верит. Значит, стептик, он разрушает все, и у него есть только его я в центре этого мира. Талмит Хахам, мудрец Торы, он изучает все, он все исследует. И если он доходит логическим путем, что, наверное, все-таки Бог есть. Наверное, он создал мир. Он готов слушать, то есть он открыт. И, значит, стептик, хахамим, тишмурэм. И уста мудрецов их охраняют. Что имеется в виду? Он, каждая его мысль, она обдуманно-продуманная. То есть он понимает, что мысли, вот это интересная очень вещь. Я, если у человека мысли, да, мысли это идеи. Они, как бы, они настолько виртуальны. Ну, просто идея, да. Это некие размышления, неважно о чем. Это мир идей. Теперь, если у человека эмоции. Эмоции, мне очень понравилось вот это вот определение, что такое эмоции. Эмоции это энергетическое выражение мысли. То есть это уже мысль, которая реализовалась в энергетику тела. Например, страх. То есть эта мысль, что есть какая-то опасность, она реализовалась в энергетику страх. И страх заставляет бежать или драться. То есть это сильная энергия страха. Если у человека мысль беспокойства, он думает, что может быть плохо, но не знает конкретно, что будет плохо. Он просто на всякий случай беспокоится. То у него энергетическое проявление этого легкого страха в теле, это беспокойство. Если человек, он восхищается. Вау, какой красивый дом. Какая красивая квартира. Какое красивое небо. Какая красивая луна. И он восхищается. У него мысль такая, какое все красивое. То энергия этой мысли, это эмоции позитивные. То есть мысли, они вообще виртуальные. Да, это как цифра. Ну, вообще ни о чем. Вернее, не застает, что ни о чем. Любая мысль, да, любая идея, она не более, чем идея. Теперь эта идея, выраженная в энергии, это эмоция. Понятно. Дальше идет действие, это еще более такая жесткая сила. Мысль, выраженная в слове, это уже полудействие. Это еще большая сила. Мудрецы, они очень следят за своими мыслями. Они не придают большого значения мыслям. То есть они, что такое гава? Это я сказал, что вот эта мысль, она верная. Я сказал, вот это вот я сказал, что она верная. На самом деле. Это то, что как бы бетонирует какие-то мысли и делает их лживыми. Потому что вот это я сказал, это и что ты сказал. От того, что ты сильно сказал. Или от того, что ты сказал, что я сейчас вам всем докажу. От этого что-то изменилось. Если тебе надо кому-то что-то доказывать, это уже неправда. Это уже неправда. Потому что факты не надо доказывать. Факты, они для всех очевидны. Если тебе уже надо что-то кому-то доказывать, это не более чем как твое размышление о реальности. И хохами, мудрецы, они это понимают. И они относятся осторожно к этим формулировкам, к словам. Они такие спокойные в своих мыслях. И они убирают негативные мысли. Просто их убирают. Они наоборот ищут позитивные мысли. А во рту у глупого, как мы выучили в третьем отрывке, у него бич гордыни. У них наоборот, вот это вот я сказал. Все, это у них как раз, это то, что их и не делает мудрецами. Понятно, да? И последнее. Давайте все, на этом мы остановимся. Потому что, ну, мне реально надо ехать. Я сегодня хотел все равно провести урок, чтобы не отменять. Потому что это важно. Лучше сделать меньше, это касается всего. Зарядка, уроки, изучение Торы. То есть, лучше каждый день сделать, у меня есть моя система, минимум 100%, максимум. Когда-то я вот ее, ну, для себя нашел, как способ, как способ не останавливаться. Потому что часто бывает, что нет времени, не можешь ни спорт сделать, ни поучиться и так далее. Сделай минимум. Две минуты, три минуты, пять минут. Всегда можно найти время. И не останавливаемся. Значит, теперь, о, Миша, мой брат, Яков Шатанин. Все здесь. И у вас есть возможность дальше открыть главу, почитать, повторить. Как раз много мы говорим про то, что Тот, кто лумет в лох хозер, кму Миша зоре в лох ацер. Тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто сеет и не собирает урожай. Мы уже прошли уже почти 100 уроков. Повторите то, что вы прошли. Давайте сейчас, выделено было время 30 минут на урок. Вот еще есть 20 минут. Пожалуйста, повторите то, что вы раньше учили. Почитайте, чтобы те семена, которые вы когда-то посадили, чтобы они проросли. Если кому интересно, как работает повторение, прямо конкретно есть кривая Бенгауза. Кривая Бенгауза показывает, что человек, который что-то услышал, он через 15 минут забывает уже 60-80%. На следующий день еще 60-80% из того, что осталось. Через неделю у него почти ничего не остается. Если повторить через 15 минут, повторить на следующий день, повторить через неделю, повторить через месяц, как раз это то, что достаточно, чтобы семена знания проросли и остались навсегда. Поэтому сейчас повторяем. Повторение Мать Учения можете писать в комментариях свои мысли, идеи. Все, друзья, счастливо вам. До завтра. Завтра с Божьей помощью у нас шаббат. Подождите, сегодня четверг. Завтра пятница, значит уже завтра из Киева с Божьей помощью будет урок. Все, до завтра, удачи, успехов, пока.